Пожалуйста, чтобы было понимание. Обратную связь, пожалуйста, друзья. Я включился. Меня видно? Видимо, у меня нет. Я включился. Добрый день, дорогие друзья, дорогие партнеры, дорогие гости. Напишите обратную связь, пожалуйста, как меня слышно, как меня видно. Всем видно, всем слышно. Друзья, вы знаете, я присутствовал на всех вебинарах, которые были до меня. Выступали наши спикеры, наши лидеры. Я сразу хочу попросить, сделайте на всех своих электронных приборах, на ноутбуках, на телефонах, просто сделайте погромче звук. Потому что у многих людей, очень часто люди просто в течение дня нажимают на кнопки, звук просто уходит. Поэтому включите звук и все будет хорошо. Вот нет у кого звука. У всех есть, а у Ирины нет. Просто звук включите. Ну, я думаю, мы, наверное, начнем наш вебинар. А, кнопка F5. Мне тут подсказывают. Все слышно, все видно. Ну, все отлично. Ну, я представлюсь. Меня зовут Мершченко Сергей. Мне 41 год. В компании IPL я нахожусь с 17-го года, с сентября месяца, с 22-го числа. Ну, немножко расскажу о себе. Сам я родом с Ростовской области, город Шахты. Когда-то познакомился с индустрией сетевого маркетинга, когда мне было 20 лет. И я благодарен этому, потому что в тот момент, когда я познакомился с этой индустрией, просто мне сказали, что можно жить совсем по-другому, не так, как зачастую нам говорит наше общество, окружающие наши, родственники, родители. И я понял для себя только одно, что я не хочу жить как все. То есть я не хочу ходить на работу, я не хочу, чтобы у меня не было начальников. И благодаря тому опыту 20-летнему, когда это было 20 назад, когда-то я принял решение уехать в Москву. И есть сегодня партнеры, которые являются не просто партнеры, это огромные лидеры, люди, которые имеют огромные квалификации, огромные организации. Допустим, Илона Милышева, это человек, с которым мы были когда-то вообще в параллельных ветках и тоже сделали определенную какую-то квалификацию. И был тоже как бы круиз у нас выездной, это было где-то в Ессентуках, кажется. И вот посмотрите, когда мы были 20 лет назад, какая была Илона, я только после армии. То есть мы тогда развивали бизнес сетевой, когда мы говорили, что будут интернет-магазины в каждом доме. Вы знаете, большинство людей не верило, потому что многие люди просто не знали, что такое интернет. Ну, я говорю конкретно про свой город Шахты, потому что это небольшой провинциальный городок Ростовской области. И интернет на тот момент находился просто там в одном интернет-кафе, и дома было очень, наверное, состоятельных людей, к которым я в этот момент не относился. Но время движется, время течет, и на сегодняшний день интернет, ну, это без него просто никуда. То есть сегодня он есть в каждом доме, сегодня люди спокойно относятся к каким-то покупкам через интернет. Да и вообще без интернета просто сегодня вообще никуда. И не воспользоваться этой индустрией, это, конечно, очень глупо, потому что, когда я приехал в Москву в 2001 году, ну, первая моя работа была, очень кратко я расскажу, это была работа охранника, я проработал месяц, понял, что это не мое, ушел в агентство недвижимости, поработав год, разобрав эту индустрию, как бы поучившись и научившись, и поняв все принципы, все мелочи, все плюсы, все минусы, принял для себя решение просто уйти на вольные хлеба, как говорится. И на протяжении 17 лет, находясь и живя в Москве, я занимался недвижимостью, работал сам на себя. Просто раньше в этой индустрии были хорошие деньги, хорошие доходы, при этом я не ходил на работу, и это, конечно, все благодаря когда-то той школе, с которой мы работали с французами, с Ларисой Гуковой, с Аллоем Милошевой, с Валерой Курасовым, с Александром Семиком, и, конечно, благодаря той школе моя жизнь кардинально очень сильно изменилась, и я этому очень благодарен. И когда я занимался недвижимостью, в связи с санкциями, в связи с кризисом, то есть на сегодняшний день в этой индустрии, в моей бывшей профессии, и я искал себя, где бы себя реализовать, и в какой-то момент, как меня пригласили в бизнес, я расскажу, вы знаете, когда наша любимая Лариса Гукова, международный директор компании IPL, Илона Милошева, еще много людей, которые пришли в эту компанию, то есть, в принципе, я о ней узнал где-то в 16-м году, когда и они сюда пришли, то есть меня и Лариса один раз звонила мне, приглашала, и Илона, и еще много людей, но на тот момент я, почему не пришел, наверное, потому что, не потому что, что я не верил в компанию, или не верил в продукт, или, возможно, не верил своим друзьям, партнерам на сегодняшний день, я просто не был готов к каким-то переменам для себя, и это очень важно, и когда я разговариваю с людьми очень часто, я говорю, надо, чтобы человек был готов к каким-то переменам, потому что каждому к нам стучится в дверь какой-то шанс, какая-то возможность тогда, когда мы готовы, и когда мы этого хотим. И есть мой нынешний наставник на сегодняшний день, человек, который, это мой партнер, вышестоящий, это Марина Любимова, это управляющий директор, это лидер города Шахты, это человек, который когда-то пригласил меня в этот бизнес, но вы знаете, когда она, то есть я не сразу пришел, не с первого раза, потому что многие лидеры об этом рассказывают, многие люди об этом рассказывают, ну то же самое было и со мной, то есть когда меня звонила, звонила мне Марина, ну я как бы не был готов, потому что, ну просто не был готов, но Марина, она была вот как бы такая, настойчивая, скажем так, не упертая, а настойчивая, то есть она просто монотонно мне звонила, В течение последних пару месяцев стабильно раз в неделю Честно скажу, друзья, на самом деле В какой-то момент меня просто достали эти звонки И я начинал просто сбрасывать И так как я этого человека знаю давно И мы когда-то развивали этот бизнес Сетевой маркетинг в Ростовской области Мы с ней были небольшие лидеры города Шахты И из уважения к этому человеку я просто описывался Что у меня все хорошо, что я жив-здоров Но как бы не было Все равно, то есть, как бы Не был я готов И была ключевая смска, которая пришла 21 сентября 2017 года Где было написано Сереж, ну ты долго будешь еще думать? Здесь вообще-то люди зарабатывают уже хорошие деньги На что я ответил Я говорю, ну и что вы там зарабатываете? И она мне прислала смску вторую То есть она даже не звонила мне Она мне прислала вторую смску Где были написаны два человека И цифры, которые на сегодняшний день В сентябре месяце 2017 года Эти люди зарабатывали Конечно, это наша любимая Лариса Гукова Международный директор компании ИПЛ На тот момент этот человек, который зарабатывал 500 тысяч рублей И Илона Милошева даже немножко, чуть-чуть побольше И когда она мне прислала эту смску И когда я ее прочитал Вы знаете, у меня это сработало, знаете, как Ну не то, что фактор доверия А фактор того, что я этих людей знаю То есть это для меня не люди из интернета Не люди из каких-то рассказов То есть Соответственно Что я сделал? Я первым делом тут же сразу, когда я прочитал эту смску Я набрал своему выстоящему спонсору Ларисе Гуковой И сказал Ларис, надо встретиться На что она сказала Да, конечно, пожалуйста, Сереж, давай завтра можем встретиться в офисе Я приехал в представительство в Московское У нас очень прекрасный офис Вообще шикарный Там, конечно, нужно обязательно быть И не только в Московском Вообще в любых городах, где есть офисы Представительство нужно, конечно, там присутствовать Когда я пришел В компанию Пришел в представительство Ну, что я могу сказать Первым делом, конечно, я у Ларисы спросил Так как мы с ней давно были знакомы Я ее просто попросил Я попросил ее Ларис, включи мне, пожалуйста Покажи мне свой чек И Лариса мне его показала И, конечно, тут, знаете, сработало Вот этот щелчок То, что я понял Что я просто потерял год И на сегодняшний день Ну, не совсем комфортно Находиться в роли догоняемого Но у каждого своя скорость И у каждого свое время Вы знаете Чем хорошо быть Находиться часто в офисе Потому что Ну, вот Есть фотографии Где мы с Сергеем Сергеевичем С президентом И основателем компании То есть, этот человек То есть, он обычный Простой То есть, Евгения Новикова Булат То есть, люди У которых есть энергия Есть сила То есть, мы от них заряжаемся Поэтому Находиться в представительстве в офисе Это всегда обязательно Для вас Потому что Я вам даже честно скажу Друзья Вы знаете Когда я пришел В компанию А Немножко упустил Вот этот То есть, когда я пришел Я понимал Что сетевой маркетинг Это в любом случае Нужны инвестиции У меня На тот момент Была с собой карточка И я зарегистрировался На пакет 600 Когда я ехал домой Причем Когда я регистрировался Не было никаких Ни акций Никаких промоушенов Потому что Сейчас очень часто Слышишь от многих Новичков От многих партнеров Люди ждут Каких-то промоушенов Каких-то подарков У меня на тот момент Не было никаких Ни подарков Никаких промоушенов Я просто зашел На пакет 600 Приехав домой И когда я ехал домой Я для себя Сразу принял решение Потому что На тот момент В моей жизни Появилась Любимая женщина С которой мы встречались С которой мы жили вместе И В прошлом В моей жизни Были какие-то моменты Негатив И я ехал для себя И для себя Просто принял Определенное решение Что Когда я приеду домой Я расскажу Своей любимой женщине Чем я решил заниматься И для меня Было важно Потому что Очень многие Наши партнеры Хотят Чтобы наши близкие Мужья Жены Мамы Папы Начали заниматься Этим бизнесом Мне это не нужно Было на тот момент Я для себя Решил Что мне самое главное Рассказать Своей супруге Чем я решил Заниматься И чтобы она Меня поддержала Мне не нужно было Чтобы она этим занималась Мне нужно Чтобы она мне Не мешала Вот что было важно Я приехал Я ей рассказал Но так как она человек Образованный Она несколько дней В этом разбиралась А потом просто Приняла решение Это На сегодняшний день Моя супруга Сегодня мы уже В официальном браке Поженились мы тоже В этом году Татьяна Мирошниченко Она проработала 12 лет в таможне Главным инспектором Но вот на сегодняшний день Приняла решение Уволиться оттуда Потому что хочет Посвятить себя Тоже полностью Компанией IPL Потому что раньше Человек жил Жил как и все Но на сегодняшний день Она поняла Что жизнь совсем по другому То есть жизнь не такая Как нам говорит Наше общество Можно жить Немножко по другому И я еще остановлюсь Немножко все таки На том моменте По поводу Когда я зарегистрировался Когда я приехал домой Рассказал супруге Она меня поддержала Она сказала Ради бога Занимайся Я не мешаю Но она у меня просто Умная и мудрая В первую очередь И Знаете Я могу сказать так Я когда приехал домой Я сразу подумал Ага У меня есть 12 коробочек Пакет 600 Нужно было сразу У меня есть конечно Любимая мама Которая живет в городе Шахта Ростовской области Я подумал Ага Нужно 4 коробочки Будет отослать маме Потом подумал Ага У меня есть тетя Мамина сестра Хотя они с ней воюют Но это их не война Она для меня все равно Оставалась всегда Любимой тетей И я думаю Нужно ей отложить Продукцию Потом Ага Думаю У меня есть супруга Нужно конечно Ей отложить 4 коробочки И когда я понял Что я раздал Все коробочки Я понял Что у меня Нет никаких коробочек То есть Нет продукции Для меня И у меня нет продукции Чтобы кого-то Угощать И говорить Потому что Потому что мы же говорим Концепция нашего бизнеса Очень проста Не нужно ничего продавать Нужно кушать продукт самому Угощать И говорить о нем И тогда я принял решение Потому что Это тоже сработало Некий опыт Из прошлого бизнеса Потому что Те люди Которых мы приглашаем Друзья Родственники Они же делают Обычно не то Что мы говорим Они делают то Что мы делаем И я думаю Вы все понимаете О чем я говорю Когда после Любой презентации Которую мы проводим Для своих знакомых И родственников Друзей И люди всегда задают вопрос На каком ты пакете И соответственно Я подумал Ну если я буду на пакете 600 Они будут делать то же самое Поэтому я принял решение Опять же Меня никто не мотивировал Меня никто не убеждал Что на сегодняшний день Мы очень часто делаем Своим партнером Иногда говорим Что-то рассказываем Ну просто у меня был опыт Введения сетевого маркетинга Я конечно не был Огромным профессионалом Был просто большой опыт Колоссальный опыт И я просто принял решение Опять же Не было никаких акций Никаких промоушенов И я зашел на пакет 3000 То есть Diamond При этом Вы знаете У меня не было Ни одного партнера На этот момент Я просто принял решение Что мне это нужно То есть Я пришел сюда Зарабатывая деньги И не хочу терять Ни одной копейки То есть Я получил продукцию И первый партнер Конечно Была моя супруга Которая зашла 1 октября Ей повезло Гораздо больше Чем мне Потому что Был сумасшедший Промоушен В тот момент В компании И компания Тем людям Кто входила На квалификацию Diamond Подарила 250% Подарка Ну то есть Вы представляете Сколько у нас В семье Было на тот момент Подарка То есть У меня 48 коробочек И у супруги было 170 где-то примерно Поэтому Вот этот год Мы практически Продукцию не покупали Мы просто Кушали все время При этом Раздавали ее Очень сильно Родственникам Друзьям Ну в особенности Конечно родственникам Потому что Когда я Я немножко Расскажу о своей маме У меня мама Ей сегодня 59 лет Она Ну так сложилось В ее жизни Что Некоторое количество Времени назад Она Стала инвалидом Первой группы У нее опухоль Голового мозга И есть на сегодняшний день У нее был рак груди У нее была ликемия Крови И было 198 химии И с онкологией Она прожила 12 лет И Онкологии у нее Сегодня нет Но это конечно Не благодаря нашей продукции Ну я думаю Если бы она Узнала бы об этом Когда уже наша продукция Конечно думаю Ей бы помогло То есть у нее онкология Прошла без этого Потому что у нее Есть огромное стремление К жизни Чего нет у большинства Молодых людей Которые создают Проблемы сами Для себя И думают больше О негативе Чем о позитиве Но вы знаете У меня мама Такой человек Которая Ну я вам просто Опять же Небольшую предысторию 20 лет назад Когда я пришел домой И рассказал о сетевом маркетинге Моя мама привела Миллион аргументов Что это Плохотрон Пирамида Ну все возражения Которые мы всегда слышим Но на тот момент Я был молодой Мне было 20 лет Я был полон энтузиазма Полон энергии Я хотел жить по другому Я не хотел жить как все И на ее миллион аргументов Я привел свои миллионы аргументов Только не миллионы Миллионы Наверное 110 аргументов И это были 98-е годы Это была не совсем хорошая жизнь Я думаю Вы все сами помните Некоторые люди Кто постарше И на тот момент Я могу сказать Как я тогда в тот бизнес зашел И что сделала моя мама Вы знаете Она просто-напросто Сняла с себя золото Продала и дала мне деньги На этот стат Она сделала правильно Потому что она понимала Что лучше я пойму Что это моя была ошибка Нежели она бы мне запретила И я бы отказался от того Что в дальнейшем Очень кардинально Поменяла мою жизнь Поэтому Когда я рассказал ей Компании IPL И я сказал Что есть сумасшедший продукт Который работает Моя мама Опять же так же И сказала Что я не верю Все это вообще Лажа Все это не то Не буду Но как бы Она привела миллион аргументов Что она не будет Это кушать Но это моя мама И я знаю Как с ней разговаривать Я ей опять перевел Миллион Сто десять аргументов Что ей нужно Это кушать На сегодняшний день Она зарегистрирована Просто как партнер На минимальный пакет И она просто кушает продукцию При этом Я ей отсылаю Она ничего не покупает Но Некоторое время назад То есть я могу сказать Какие у нее Есть улучшения По продукту Вкратце совсем У нее болели суставы Сегодня у нее Суставы не болят Она раньше ходила В городе в очках Сегодня она в городе Ходит без очков То есть у нее Улучшило зрение И я ей Когда она мне Рассказала про зрение Я у нее спрашиваю Мам Ты понимаешь Что зрение Просто так В шестьдесят лет Не улучшается От того что ты гуляешь Там по два По три километра Понимаешь Да понимаю Но когда я Отсылал ей Последний раз Продукцию Я ей много Отослал Конечно И недавно Я с ней разговаривал По телефону И я ей говорю Ма У тебя там продукция Еще есть Она такая Да Есть Там пару пачечек Я говорю И она такая Говорит Я делаю иногда Промежутки То есть не кушаю каждый день Я говорю Хорошо Я говорю Ну если у тебя есть Свободная продукция Чтоб она не лежала Потому что у нее Есть срок годности Ты просто можешь Дать своим подружкам Знакомым Ну тех людей Которых ты знаешь Которые тебе дороги Возможно На что я слышу ответ Никому ничего не дам Буду сосать сама То есть Ну вот как бы Вот так вот То есть Потому что У нее Когда у нее Случилась онкология На почве химии Наверное У нее была аллергия На все съедобное Кроме Кроме картошки Курицы И огурца Покушав нашу продукцию Сегодня она кушает все Поэтому Ну вот такие результаты По поводу меня И моей супруги На протяжении года В нашем доме Нет вообще аптечки Мы не кушаем Ни одних таблеток То есть Кушаем наш продукт Хотя бывает Какие то Воспаления Какие то Ну как только что Начинаешь Начинаешь массово Употреблять наш продукт И все проходит Поэтому я в продукт верю В компанию верю Я нахожусь В нужном месте С нужными людьми По поводу Как я сказал Первый мой партнер Конечно Это была супруга Второй партнер мой Был этот человек С которым мы В принципе Я честно говоря Я его из того бизнеса 20 лет назад Я его вообще не помню Но он оказался Из той индустрии Из того бизнеса Он знал Лариса Гукова Он знал многих лидеров Которые сегодня Возвращаются к нам В нашу компанию Это моя первая линия На сегодняшний день Вот он тоже на фотографии Где мы с президентом Это Юрий Брежаха На сегодняшний день Управляющий директор Компании IPL Это человек Который всегда присутствует На всех событиях Всем помогает То есть Очень добрый Очень веселый Отзывчивый человек И знаете Когда я ему позвонил Я ему позвонил Я был в Москве А он на тот момент Был на отдыхе И я ему позвонил И говорю Юрий Есть тема Ну и как бы Началось далека Ну мы немножко С ним знакомы Уже были В Москве Здесь познакомились Познакомил нас Кстати Валерий Курасов Корпоративный директор Компании IPL И Валера меня тоже звал В этот бизнес Ну у каждого Своё время Как я сказал И когда я начал говорить Юра просто спросил Потому что мы были Некоторое время назад В другой компании И Юра просто Он мне спросил Серёг Кто в компании Я говорю Лариса Гукова Он просто сказал Да регистрируемся Он мне задал вопрос Ты на каком пакете А и получается так Что я ему позвонил В самом начале Буквально Кажется Да То есть я тогда Ещё был на пакете 600 То есть я ещё Не переключился Он говорит Я просто сейчас Нахожусь в другом городе Я приеду И зарегистрируюсь То есть то же самое Он также зашёл Как и я На пакет 600 И на сегодняшний день Этот человек Очень сильно Поменялся Делает Хорошую работу У каждого Будет хороший результат Потом Конечно Я начал листать По списку имён Потом нашёл Человека Опять же Это тоже человек Из старого бизнеса Это человек Из моего списка имён Это Пепеляев Сергей Человек который живёт На сегодняшний день В Питере Я ему точно так же Позвонил Но он был Моя первая линия Поэтому мне было Гораздо проще С ним разговаривать То есть я как бы Ну либо у человека Было уважение ко мне Либо я был для него В каком-то авторитете И он в Питере Тоже занимался Недвижимостью Как бы у нас Много чего объединяло Я ему сказал Он пришёл Зарегистрировался То есть Ничего не говоря Я просто сказал Что Серёг Потому что Когда я пришёл В эту компанию Лариса Гукова Мне сказала Такую вещь Очень хорошую Она говорит Серёж Всё что тебе должен Сетевый маркетинг Есть компания IPO За два года Ты всё вернёшь Всё сполна То что тебе должен Вести Сетевый маркетинг И для меня Как бы Ну эта фишечка Такая сработала То же самое Я сказал ему И человек Зарегистрировался И потихонечку Потихонечку Как бы развивается Со своей скоростью Ну вы знаете Друзья Я вам честно скажу Что У всех конечно Есть свои страхи В приглашении У нас же тема приглашения Мы сейчас на эту тему Как раз поговорим У меня есть свой страх Мне страшно Приглашать людей Со списка имен Вы представляете Ну это правда Но я борюсь И я приглашаю Но холодные Для меня Это как Ну вот Просто Наверное Круче Валерия Курасова Кроме меня И там Я не знаю Люри Брежаха Наверное В этой компании Вообще никто не может Делать холодные контакты Потому что Ну я к ним Очень спокойно Отношусь Я спокойно С людьми знакомлюсь Люди спокойно Дают телефоны Я спокойно И приглашаю Люди приходят То что там Не все подписываются Ну это конечно Нормальные явления Но вы знаете Я как всегда говорю Чтобы и не расстраивались По этому поводу Что люди уходят Или люди как-то реагируют Вы знаете Я это сравниваю Немножко как В жизни Просто когда мы Ну когда мы каждый Ищем себе Вторую половину Мы же Если нам кто-то нравится И мы делаем какой-то шаг Ну если это мужчина Или женщина Мы навстречу делаем друг другу И если люди нам отказывают Мы же как бы Не убиваемся от этого Ну нет так и нет Идем дальше Следующее Это как равноземное Что ты приходишь в клуб И ты хочешь уйти домой Не один из клуба Ты подходишь к одной Тебе говорят нет И идешь дальше И как бы в конечном итоге Ты либо с кем-то уходишь Либо ни с кем не уходишь И это нормально То есть к этому нужно нормально Спокойно относиться Поэтому Конечно нужно работать Со списком умений Потому что у людей Больше доверия к нам Конечно нужно Угощать продуктом Не быть как мы говорим Жадной обезьянкой То есть Купили продукцию И лежит Но вы знаете По поводу Есть люди И Ну я скажем так Сильно не раздавал продукт То есть я давал только близким Людям Которые мне действительно дороги Либо которых я просто Очень уважаю Потому что очень часто Такое бывает Просто один раз Из моего списка Такая ситуация была Я то есть Человеку дал продукт Он сказал что он пьет Потом я как-то случайно Попал к нему домой И я увидел что они Как вот я ему дал Там эти две пачки Вот он их положил Там в одно место И они там и оказались То есть иногда Наши друзья Наши знакомые Даже наши родственники Могут взять продукцию Для того чтобы Ну просто из уважения к нам Дабы чтобы нас не обидеть Но при этом Потом ей не пользуются Поэтому В этот момент Нужно людям объяснять Ценность этого продукта И говорить что Если они не будут Это кушать Наш продукт То лучше они пускай вернут Либо отдать тем людям Кому это нужно И кому это необходимо Что еще по поводу приглашения Ну я могу сказать что Это наверное опять же опыт Наверное просто когда Мы очень часто слышим фразу Нужно получить тысячу нет Просто я свои тысячу нет Как-то получил И конечно очень многое Зависит наверное от настроя Когда мы делаем звонок Когда мы делаем приглашение Там на улице Либо Ну не важно какое приглашение Мы делаем Все зависит от настроя То есть нужно четко понимать То есть когда У меня бывает такое Что я беру телефон Звоню человеку С приглашением То я четко знаю То есть если я звоню приглашать То я человека приглашаю И если я звоню И в какой-то момент Я чувствую что Я потерял этот момент Этот связь И какой-то дискомфорт Мне начинается То я просто не звоню В этот момент Человеку И не разговариваю О бизнесе Я могу просто спросить Как у него дела И все такое Либо иногда просто Положить трубку Включить какую-то музыку Которая меня поднимает Настроение То есть перенастроиться То есть Потому что когда я звонил Допустим Юрию Брижахе У меня не было Ни секунды сомнения Что он будет В этой компании Когда я звонил Сергею Пепеляеву У меня не было Ни секунды сомнения Что человек придет То есть Был бы человек Когда-то То есть Тоже мне близкий Девушка Когда я позвонил Я просто рассказал Ей настолько На эмоциях Что человек То же самое Зарегистрировался Зашел сначала На пакет 200 Потом зашел На пакет 600 При этом Человек сейчас Просто кушает Продукцию Он не развивает Это как бизнес Просто кушает Продукт Но это тоже хорошо Потому что В любом случае Бизнес развивается И он растет Ну По поводу Так Сережа Так А Это просто Нас приветствует Надежда Иванович Ага Здравствуйте Поэтому Как бы Что я могу сказать Надо просто Делать работу И знаете Даже не делать работу Чем мне нравится Наш амбассадор Это Евгения Новикова Это конечно Тем что Этот человек Настолько простой И Я для себя Понял одно Почему у нее Такой сумасшедший Результат Потому что В отличии от Многих партнеров Которые есть В нашей компании Она не работает В этой компании Она этим живет То есть Так получилось Что В самом начале Компании То есть Мы Я же говорю Быстро познакомились С президентом Вот фотографии Да Познакомились С Женей Со многими еще Уважаемыми людьми Нам с Юрой Гораздо больше повезло Мы побывали На личном тренинге У Жени дома Уже Евгения Новикова Амбассадора Компании Это человек Который Сегодня развивается Бизнес Во всем мире Это человек Который Сегодня Чек номер один Компании ИПЛ То есть Попасть Там В первый месяц К амбассадору Компании Ну Это вообще Просто Вы даже не представляете Что Потому что Это люди Они простые Они такие же Как и мы Ну Просто Они пришли пораньше И они просто Имеют какие-то Другие результаты Поэтому У каждого Своя скорость Как позвонить Как вы звонили А Ну Как я звоню Обычно Давайте Да Поговорим об этом Тоже Ну В основном Так Ну Можем даже Сделать таким образом Если Будет удобно Залифа Может быть Мне сделать звонок У меня есть Просто контакт Я буквально Вчера Взял контакт И я могу Человеку Сейчас позвонить И пригласить На встречу Как бы Чтобы Включу громкую связь И я думаю Вы услышите Ну Я сначала Так скажу А потом Сделаю звонок То есть Что я делаю Я обычно Звоню человеку Не важно По списку С холодного контакта Я звоню Говорю Добрый день Меня зовут Сергей Там Спрашиваю человека Есть ли у него время Говорю Что у меня буквально Пару минут И действительно Делаю приглашение Буквально пару минут То есть Я говорю Здравствуйте Николай На сегодняшний день Я развиваю международный бизнес Я формирую команду И мне нужен человек В виде партнера То есть Я говорю Этот момент Очень важный То есть Я говорю Что я не приглашаю вас На работу Я занимаюсь бизнесом Мы с вами встретимся И если мы Наша встреча пройдет продуктивно И мы сможем быть друг другу Полезны И интересны То возможно Я сделаю вам деловое предложение И мы можем быть партнерами То есть Я вам не начальник Я ваш партнер А это значит Мы с вами С вами на равных То есть У меня есть просто знание И опыт Как в этом бизнесе Сделать так Чтобы Там За первый месяц работы Ваш чек Ваш доход увеличился На 30-20-50 тысяч рублей И на первом этапе Вам нужно просто Стать на ступеньку ученика Забыть про весь свой негатив Который был у вас В прошлой жизни Потому что зачастую Люди Даже иногда Которые нам часто говорят Что-то Не совсем положительное Про нашу компанию Или вообще Про сетевой маркетинг Зачастую Эти люди Они и не занимались Никогда этим Это люди Которые говорят Какими-то стереотипами Какими-то скриншотами Нашего общества Потому что Ну так типа нормально было Поэтому Я говорю очень просто Я занимаюсь бизнесом Интересует партнерство Если будем друг другу Полезны и интересны Возможно Будет сделано Деловое предложение Ну давайте Сейчас мы сделаем Звоночек Так А вот Алексей Так Нужно сейчас понятное Как принял Это пригласить Или когда у него Будет выходной Окей Хорошо Алло Добрый день Алексей Алексей Здравствуйте Вас Сергей беспокоит Мы вчера познакомились С вами В другом центре Я у вас покупал Стикеры Ну помните Да я телефон записал Алексей Скажите пожалуйста Я Почему я вам звоню То есть на сегодняшний день Я развиваю международную компанию И меня интересует Деловой партнер И меня очень заинтересовала Вот эта вчерашняя ваша фраза Что вы сказали Что вы проживали в Германии И вы знаете немецкий язык Я бы хотел Чтобы мы с вами Все таки встретились Пообщались И если мы будем Друг другу полезны И интересны Возможно Будет интересное сотрудничество Но на первом этапе Ну я не знаю Просто для кого это важно Для кого это не важно Я так всегда момент говорю Что можно будет совмещать Это ну допустим Там вам оставаться Пока на своей работе Потому что у меня больше Это удаленный доступ И второй момент Он очень важный Может быть для вас Он тоже важен То есть я вас не приглашаю На работу Я занимаюсь бизнесом То есть это значит Что мы будем с вами партнеры Просто у меня есть знания И опыт Как благодаря Той индустрии Которую я сегодня развиваю Сделать так Чтобы завтра улучшилось Ваше семейное Благосостояние Поэтому скажите Когда вам будет удобно Когда у вас будет выходной Самый ближайший Или когда мы В ближайшие дни Можем с вами встретиться Ну самое первое выходное У меня 26-го 27-го числа Видите того Насколько По такому 26-го или 27-го А скажите пожалуйста В какое время вам удобнее Будет встретиться В первом половине Или во второй Я думаю Первый Первый Ну то есть Время час дня Это абсолютно удобное Для вас время Да А 26-го лучше будет Или 27-го Лучше 27-го Наверняка Отлично Алексей Ну давайте Тогда я вам На WhatsApp Скину адрес И подкорректирую время Единственное Скажите пожалуйста Вы человек ответственный Мне вам напоминать О нашей встрече 27-го Ну там Отлично Все Тогда я на WhatsApp Скину просто адрес И время Напишу А вы когда подойдете По этому адресу Это Метро Менделейска Новослободска Улица Тихвинская Дом 10 Вы когда подойдете К этому зданию Там огороженная территория Просто мне наберете И я вас встречу Все Хорошего дня вам Спасибо большое Рад был знакомству Было слышно Друзья Ответьте пожалуйста Напишите Плюсик А Все Отлично Ну вот как-то так Потому что Даже когда вчера Я брал телефон У этого человека Когда я начал Разговаривать с ним Я сразу могу сказать Точно Но это человек С холодного контакта Когда я Как только Родилась мысль В моей голове Что я у него Возьму телефон Причем я взял Как получилось Мы с супругой Зашли в торговый центр Она пошла там за одним Я пошел за другим Я сначала подошел У них что-то купил Потом Там стояли люди С ним разговаривали И я как-то Не стал разговаривать Я ушел А потом вернулся И вот я когда шел С тем Что взять у него телефон Потому что я помню Что он сказал Про что Что он жил в Германии И он знает немецкий Я думаю О круто Молодой парень То есть как бы Супер Не было ни момента Сомнения Что он мне даст Номер телефона То же самое Когда сейчас я звонил Я знал сто процентов Что человек Придет Вы знаете Друзья Еще очень важный момент Конечно Нужно корректировать Время И нужно уважать себя Ну как я считаю Если человек Опаздывает на встречу И при этом Звонит нам И говорит там Сергей Марина Катя Света Таня Не важно И просит О том Что Ну то есть Он как бы Извиняется Там говорит Сергей извините Я опаздываю Я еду в пробки На машине Это нормально Тогда Для такого человека Я думаю Можно подождать И провести встречу Но когда Очень многие люди Приходят очень вальяжно В офис к нам Когда мы приглашаем людей Ну у меня Скажем так Этого нету У меня два варианта Либо люди приходят Либо не приходят То есть Такое тоже было Я такой же Как и все Обычный человек Поэтому Ну если человек Опаздывает И не предупреждает Я для себя Принял решение И мой партнер Юрий Брежаха Тоже так начал Делать То есть Когда человек приходит Опоздав на 40 минут Не звоняя Не предупреждая И так в развалочку То ты просто говоришь Что Николай извините У меня нет времени С вами общаться Потому что У меня все распланировано Если у вас есть желание Пообщаться Мы можем встретиться В другой день Ну и конечно Не опаздывать Потому что Если вы опоздаете Так же То мы опять же Общаться не будем Потому что Я очень занятой человек У меня просто Весь день расписан То есть Уважайте себя Цените свое время И тогда Люди ваши Они будут делать То же самое Что еще А Так пишет Сколько у меня Лично приглашенных Лично приглашенных У меня 17 первых линий На втором уровне Ну организация пока Небольшая Стараемся Работаем На втором уровне Пока 10 человек Или Ну Бизнес Развивается На третьем уровне Немножко поменьше Три человека Суммарно В организации Благодаря конечно Выстоящим и партнерам И компании Благодаря склойверу Всего в организации Получается у меня Подо мной Находится 195 человек Из них Практически все Мои первые линии Которые Они все находятся В спилловере То есть Во второй Во второй ноге Ну я ее особо Пока еще не развивал Там находится Мама Тетя зарегистрированные То есть Как бы И вот Один новый партнер Недавно зарегистрированный Буквально там Пару месяцев назад Парень С Ташкента И совсем Не страшно звонить Да конечно не страшно На самом деле Это все у людей В голове Это вопрос в том Что как вы себя Настраиваете Что вы себе Что вы себе Говорите То есть Что еще Ну еще конечно Очень важно И знаете Я хочу Что хочу сказать Друзья Бывает То есть Мы же все люди Все мы Человеки Как говорится И у каждого Присутствуют опять же Свои страхи Свои какие-то сомнения Это тоже нормально Вы знаете Буквально В этом году Мы купили С супругой машину Автомобиль И так случилось Что вот Мы в этом году Феврале Купили А буквально Там 4 сентября Нам ее разбили Там была страховая компания И буквально Пару дней назад Я узнаю Ответ страховой Что нам Показки делать не будет И вы даже не представляете Какая у меня была депрессия Я ходил по квартире Я не знал Куда себя деть Но при этом Моя супруга Меня поддерживала То есть Это значит Это Ну У меня не было настроения Вообще не говорить Ни про компанию Вообще Ни про что Я просто Опять же Живой человек Я Мне Позволительно Все то Что позволительно Всем остальным людям Я Побыл В такой Каком-то Своем депресснике Там Наверное Где-то час Утром А я проснулся Ну я уже лег спать Заряженный То есть Вы знаете Конечно нужно Пользоваться Что Когда у нас есть Партнеры Выстоящие партнеры Конечно с ними Нужно делать связь Нужно с ними общаться Но скажем так Если вам не хватает Энергии Потому что Когда я разговариваю Иногда с нашим Любимым Международным директором Компании IPL Ларисой Гуковой Она говорит Мирошеченко Ты все знаешь Тебе моя помощь Не нужна И в принципе Где-то частично Конечно Она права Да Подписывай Первые линии Вообще легко То есть Это вообще не проблема Подписывать людей Вопрос в том Чтобы сделать так Чтобы эти люди Начали работать И развивать Команду То есть Вот В этом я конечно Вот у нее учусь Поэтому Надо всегда следить За самим собой То есть Ну я вот такой По жизни человек Что Я себя очень Ну Я короче По жизни Во-первых Всегда оптимист У меня всегда Все хорошо И я просто Ни о чем Не парюсь То есть Если что-то Меня выводит Из себя Ну Это привычка Из 20 лет назад Я делаю Это вот такой Щелчок В голове Все меняется Так как говорят Там про резиночки Про всякие Ну вот Я научился Это делать Вот так То есть Я делаю щелчок И в голове У меня сразу Все меняется Сразу Хорошие мысли Хорошее настроение Что я хочу сказать По поводу Очень важно Конечно Присутствовать Мало того Что сказал Что нужно Присутствовать В офисах Да В представительствах В тех городах Которых есть Но конечно Нужно присутствовать Еще и на Би-Би-Эсах Потому что Там конечно Во-первых Разные люди Разные спикеры Разная информация Знаете Она как бы Вроде бы Всегда говорят Об одном и том же Но по-разному И для каждого человека Это Для каждого человека Это отдельно Потому что Те люди Которые нам иногда говорят Я не поеду Потому что У меня нету Никого На сегодняшний день А я поеду Когда у меня Подпишутся Первые партнеры Как мы говорили Это мы Были в Турции Это мы Только прилетели В Москву Команды Встретились И То есть Конечно Это очень важно То есть Быть на событиях На мероприятиях Потому что Когда люди нам говорят Которые они поехали Расскажи Ну То что я ему скажу Я могу конечно Рассказать Мне не сложно Но возможно Там было сказано Одно Или два слова Или какое-то предложение Которое было сказано Только для одного человека Конкретно для него А его тогда На тот момент Не было А я вообще Эту фразу не слышал Потому что Оно мне может быть Вообще и не нужно Потому что У меня и так Все в жизни хорошо И То есть Я нахожусь В нужном месте С нужными людьми И буквально Два дня назад Я разговаривал Опять же Для себя Сейчас очень Ну для меня Это как бы Моя гуру Это Лариса Гукова Международный директор Это человек Который Ну просто Для меня Авторитет В нашей компании И я считаю Что Ну лично Для меня Лучше вообще Никого Хотя Есть очень много Хороших И достойных Людей Поэтому Как мы с ней Разговаривали Два дня назад По телефону Я насказал Такую фразу Сереж Ты потерял год И я реально Его потерял По своему Потому что С тем опытом С теми знаниями Можно было иметь Просто и другую Квалификацию Сегодня я пока Еще управляющий Директор Ну слава богу Только что Пока Поэтому Я думаю Я хочу сделать Корпоративного Директора К круизу То есть Буду очень стараться Всевозможными силами Ну и вопрос в том Что Она сказала Простую вещь Ты потерял год Если ты не будешь Меняться Если ты не будешь Делать нечто другое Что ты делал То ты потеряешь Еще год Но я для себя понял Уже И это тоже Понимание Пришло Некоторое Буквально Некоторое количество Времени назад Не знаю Месяц-два Что действительно Я не хочу больше Так Я не хочу Терять время Я не хочу Быть Ну я не хочу Просто хлопать Это вы знаете Так как опять же Есть опыт Какого-то Бывшего События И Большего бизнеса И вы знаете Когда мы Люди там Берут автографы Это здорово Это хорошо Я принципиально Никого не беру Автографы Потому что Я этот опыт Уже проходил Фотографироваться Софотографируюсь С партнерами С наставниками С огромными Лидерами А Автографы Ни у кого не беру Потому что Я хочу И знаю точно Что наступит момент Когда будут брать У меня автографы И меня это По-своему Движет Вперед И вы знаете По поводу событий Я вам еще один момент Расскажу Это история Я думаю У нас сегодня 110 человек Кто-то это слышал Я где-то Я не помню Где я последний раз Об этом рассказывал Там было немного народ Немного человек Было на том мероприятии А Это было в Москве На Би-Би-Исе Как раз Да Но я все равно расскажу Это мы были в Турции Это международный директор Людмила Дерягина Ребята из Германии То есть Как бы Вот так мы и отдыхаем И вы знаете Какое-то время назад Был Би-Би-Ис В городе Таганроге С Ларисой Гуковой Мы проживаем в Москве В одном городе Но Так сложилось Потому что У Ларисы Огромная Международная компания Я прекрасно понимаю Вначале Честно скажу Я даже на это Немножко обижался Потому что Мы с ней Очень знакомы Давно И я думаю Почему у нее Нет на меня времени Но потом Для меня пришло Мое внутреннее понимание Ну адекватное Нормальное Что я понимал Что у нее просто Тысячная организация Больше шести тысяч По всему миру И все звонят У нее телефон Не перестает Звонить Там писать И она уехала Это было классно Я это говорю Чтобы провести время С Ларисой Гуковой Я проехал Две с половиной Тысячи километров Просто чтобы Побыть рядом с ней Потому что Те люди Которые знают Которые Которые с ней Познакомились Которые с ней Общаются Они знают Что происходит С нами Какие изменения В нашей жизни Происходят Благодаря Ларисе Это мы были В городе Таганроге Как раз на событии Александр Семик Супруга Юра Лариса Валера Я за систему Какую-то давал Выступал Волнение Конечно Есть даже сейчас Немножко Сейчас уже В середине Я разошелся А в начале Было конечно Небольшое сомнение Это опять же Таганрог Был автопробег У нас По Таганрогу И я как раз Хотел рассказать Историю Она важна Очень Когда-то 20 лет назад Когда мы занимались Стивомаркетингом И я был небольшим Лидером города шахты Как и Марина Любимова Мой наставник На сегодняшний день Меня пригласили В город Краснодар На мероприятие Так как лидер Ростовской области Небольшого городка Приехать Дать какую-то тему Какое-то свое видение Ну то есть На обучение людей Меня вызвали И моя задача Нужно было Приехать на вокзал Купить билет Сесть в поезд Меня бы там встретили Посетили в гостинице Обратно бы отправили На поезде Все как положено Ну то есть Ситуация была очень простая Это был февраль месяц Не помню 98-го Либо 99-го В Ростовской области Несмотря на это юг Все-таки зимой там холодно Я приехал на вокзал А соответственно У меня были мысли Очень простые Приехать на вокзал Купить билет Сесть в поезд И уехать Поэтому я был Обычно одет Простой костюмчик Летний И простой кожаный плащ Ну такой тоненький Небольшой Потому что я не собирался Гулять по улице Когда я приехал на вокзал Билетов не оказалось Я быстренько пробежал По составу Забежал в один поезд В один вагон Объяснил продавщиц Проводнице ситуацию Что в Ростове Там Ну вот как бы деньги Билеты просто нет Там мне очень надо Очень нужно Мне нужно Доехать До Краснодара Через Ростов Ну я не знаю Почему Но как-то я это Видно проводнице Не понравилось Не понравилось чем-то Хотя я все Как бы культурно Вежливо ей объяснил И эта проводница Взяла и позвонила По всем вагонам Что сейчас Вам забежит Безбилетный чувак И вообще Не нужно брать Ну то есть Так и получилось Я пробежал По всем составам По всем вагонам Ни в одном вагоне Меня не сказали Что нет билетов И взять не могут Мне нужны события У меня ответственность Меня ждут люди Меня вызвали С другого города И я не могу Не приехать Я не могу Опоздать Я подбегаю К машинистам Стучусь им В машине То есть От машиниста Открывают Я им объясняю ситуацию Они говорят Молодой человек С удовольствием Вы понимаете Это как военная То есть Нельзя Поставления людей Сажать в тепловоз Февраль Месяц Холодно на улице Наверное было Где-то Может быть Не знаю Минус 12 Было Или минус 15 И пусть Начинает трогаться И я такой думаю Я долго не думал Просто пришла мысль Сумасшедшая Я думаю Вы сейчас Все меня поймете О чем я говорю Мершниченко В 22 года Запрыгивает Между вагоном Тепловоза И первым вагоном Поезда Вы знаете Ехать на скором поезде В феврале Месяце Зимой Между вагонами Ну вы даже себе Не представляете Что это такое Потому что Мороз Минус 15 Перевращается Наверное В минус 50 То есть Я случался В вагон Я думал Чтобы меня Высадили Арестовали Куда угодно Только сняли Местного поезда Потому что От города Шахт До Ростова Поезд Идет без остановок Поэтому Этот час Там где-то 40 минут Он едет Час Для меня Показалось Просто вечностью И когда я приехал На события Очень часто Бывает такое Когда мы приезжаем На события Все рассказывают Кто как добирался И когда люди Рассказывали Как они добирались Там автостопом Я тоже ездил Когда-то автостопом Ничего страшного Там нету Вообще веселая штука Но когда они Рассказывали Про свои истории Я понимал Что их истории Это вообще Ни о чем То есть Я говорю Ребята Выдохните Вы даже себе Не представляете Как я сюда Доехал Потому что Когда поезд Приезжает К Ростову Подъезжает Он на подстойнике Останавливается И когда я Оттуда вывалился Прям можно сказать Потому что Я просто Настолько Замерз И как на зло Никто не выходил Даже в тамбур Покурить Потому что Стучался В этот дверь Никто меня не остановил Никто меня не высадил И когда я постучался Опять машинистам Они конечно Открыли С такими глазами Они говорят Ты откуда Молодой человек Здесь Я говорю Да ладно Не важно Ну то есть Вот так вот То есть Я это говорю Ну да Подвиг Весело было Просто тогда было 20 лет Был энтузиазм Была столько энергии И была ответственность Опять же Мероприятие То есть Меня пригласили И я не мог Не приехать Поэтому Вот как-то так Поэтому знаете Когда Очень часто Еще многие люди Говорят Что я не поеду Потому что я один Всегда Начинайте с себя Надо всегда Просто начинать с себя Я не хочу Никого мотивировать И мне сказали Ни в коем случае Потому что Очень часто Меня многие Кто меня знает Кто не знает Многие говорят Что Сережа Это Мирошниченко Это Ну Лариса Дукова По крайней мере И так говорит Раньше я работал Как коток Могу укатать Кому угодно То есть Подписать укатать Так что человек Не то что Не будет работать Он просто Не захочет жить Ну вот То есть Как бы Мы все Мы все разные Так как приглашаю я Никто не сможет Так как Илона Никто не сможет Так как приглашает То есть Мы все разные Мы все друг у друга Учимся Я честно скажу Я приезжаю Когда на события Я Ну для меня Лично Сколько времени Вы в компании В компании Я нахожусь Ну вот Сегодня 25 число Если я не ошибаюсь Сегодня кажется год Потому что я пришел Либо 25 Либо 22 То есть Как бы Вот у меня Практически годовщина В сентябре Вот как я пришел В компанию И По поводу того Что Когда события Чем важны Би-Би-Эс И тем Что я же говорю Нужно Во-первых Там Вы знакомитесь С разными людьми Когда вы приезжаете Вы видите Разных людей Молодых Студентов Работников Каких-то красивых Пенсион Людей В возрасте То есть Как бы То есть И вы понимаете Что если эти люди смогли Но почему вы не сможете То есть И вот Это важно И при этом Опять же Если у вас сегодня Нет никого И будет какой-то Ближайший Семинар Надо поехать Самому Потому что Всегда Все начинается С вас И То есть Это очень важно Что еще Может быть У вас какие-то Вопросы есть Может быть Ну Парочку вопросов Там Это мы тоже Это Павел Черемных Корпоративный директор Юра Это человек Евгения Новикова Мы тоже На каком-то мероприятии Это кажется В Москве То есть Ну Я скажу так Вот Мы были в городе Это Казани Это Здесь Ну Очень Всеми Ну Самые-самые Такие Сливки Нашей компании То есть Елена Дерягина Игорь Гришко Евгения Новикова Из Германии Валерий Курасов То есть Я могу сказать так Иногда бывает такое Что Я не хожу пару дней В офис И мне чувствуют Что мне чего-то не хватает Я прихожу в офис И я сразу заряжаюсь То есть То есть Просто Если есть люди То есть Если вы Не можете Сами себя заряжать Тогда вам нужно Общаться Либо с наставниками Либо с партнерами И общайтесь Всегда только С людьми Которые Издают Положительные эмоции Которые Думают о хорошем Если вы Слушаете Где-то Не дай бог Какой-то Негатив Просто Бегите Как Лариса Гукова Говорит Вам не Вам не Нужно То есть Самое Ценное У нас Это мозги Не превращайте Свои мозги В помойную яму Поэтому Так Какой А Чек Ну вот По поводу чека То есть Я могу сказать Суммарно То есть Я пока Не То есть Пока еще Я же говорю Как бы Знаете Я вам скажу проще Когда я пришел В компанию ИПЛ Я за первые Три месяца Заработал Первые свои Полторы тысячи евро И когда я Позвонил Одной девушке Из Амвея Не помню Даже с интернета Куда-то взял Телефон Но не помню И она мне спросила Сколько ты заработал Я говорю А мне Когда она меня спросила По поводу заработка Мне знаете Было настолько неудобно Настолько дискомфортно Об этом говорить Я такой думаю За три месяца Полторы тысячи евро Вообще ни о чем Тут люди Какие-то десятки тысячи зарабатывают Я как бомжара какой-то Вообще неадекватный И когда я ей Озвучил Так сквозь зубы Ну я вот заработал За три месяца Полторы тысячи евро Да Она была из Амвея Точно И она не поверила Она говорит Такого не может быть Вообще Потому что В нашей компании Чтобы заработать Такие деньги Нужно проработать Не знаю Там два-три года Я такой вообще думаю Ну вообще Чем они там занимаются Так Где берете холодные контакты Не важно где Везде Улица Магазин Заправки В лифте На улице Возле общественного туалета То есть Ну вообще Не имеет значения Везде Где угодно Но я не хватаю людей Всех Кого попало Я выбираю людей Просто по внешности Потому что Я на сегодняшний день Ну вот Скажем так Последнюю там Неделю Я плотно Что-то подсел Ну хотя я и женатый человек То есть Ну я На сайте знакомств То есть Я все использую Социальные сети Одноклассники Контакты Фейсбук Фейсбуке Честно говоря Я там зарегистрирован Но я там что-то Редко бываю Как-то меня пока Не знаю То есть Контакт И допустим Сайты знакомств Но я просто Когда знакомлюсь Я сразу говорю Обозначиваю людям Что я здесь Не для этого То есть Что я делаю Допустим Если мы говорим Про любую социальную сеть Я просто пишу человеку Привет Вы из города Пятигорска Да То есть Вот недавно Буквально Я познакомился Женщиной С хорошим человеком И вот буквально Там на днях Она должна быть Стать нашим партнером Я просто видел Что она сегодня здесь Мы познакомились С ней на сайте Я просто написал Что Там вы из Пятигорска Она да Я говорю Знаете Я там развиваю бизнес Там туда-сюда Там у меня есть Там приеду Скоро в ваш город Давайте обменяемся Телефонами Человек дал номер Мы пообщались Я позвонил И рассказал Что я там Ну если я взял на сайте Знакомься с телефоном Я просто щепку объясняю Что я там не для того Чтобы там Флиртовать Там еще какие-то То есть Я женатый человек У меня есть семья Меня интересует бизнес Меня интересует И вы как личность Потому что Вы просто мне визуально Понравились Я не говорю Что я сам красавец Может я тоже Для какой-то крокодил Но я хочу Чтобы меня окружали Просто красивые Интересные Успешные люди Потому что Вы знаете Вот это важный Очень момент Сережа Расскажи Как ты будешь Берешь телефон У незнакомого человека А да очень просто Как я взял У вчерашнего человека То есть Я подошел Протягиваю руку Улыбаюсь И говорю Здравствуйте Меня зовут Сергей Обычно Обычно Нормальные Адекватные люди Говорят Здравствуйте Протягивают руку С тобой здороваются Я говорю Мне просто интересно Потому что Ну вот Как у этого человека Я склонил на то Что человек Жил в Германии Что меня заинтересовало И человек знает немецкий Как-то недавно Я вовсе Общался с людьми С партнерами И Говорили Говорили И я вижу Что и меня не слышат Что я делаю То есть Это мои были первые линии И еще какие-то Параллельные Низка человек Мы просто вышли из офиса И я прям при них Взял три телефона В течении пяти минут К одному парню Я подошел Потому что Мы стояли на одной стороне Как раз Мы уже перешли Через Тихвинскую Напротив мы офиса стояли И шли двое ребят Один шел в костюме Ну нормально одеты Брюки Рубашка И джинсы А другой шел в шортах И в пиджаке То есть Ну как бы Неординарная внешность Я подошел к нему И я так и представился Здравствуйте Меня зовут Сергей Обратил на вас внимание Неординарная личность Очень прикольно Очень интересно Давайте обменяемся номерами Телефонами Возможно будем друг другу Полезны и интересны Я наберу Расскажу чем я занимаюсь Люди спокойно дают номер Спокойно Все зависит от настроя Даже знаете В какой-то момент Был момент Когда я прям Для меня было непонятно Как это так Мне кто-то не дал телефон И было какое-то количество Времени назад Я благодарен Опять же Мы все друг у друга учимся И мы были с супругой На выставке И я там до одного полковника Так доколебался Что я думал Как он мне не может дать номер Я начал проводить Миллион аргументов То есть там Всю свою харизму включать Но вот он мне дает И все Потом Когда мы отошли в сторонку Мне моя супруга сказала Сереж Ну если человек закрыт Зачем туда стучаться То есть Если человек вам не дает номер Ну значит просто То есть Либо когда я спрашиваю Привет Меня зовут Николай Давай обменяемся номерами Телефонами И человек говорит А зачем Иногда я говорю Ну если мне человек Не сильно Когда я подошел И он еще начал говорить И мне не сильно уже Хочется Я просто говорю Уже незачем Ну как-то так Поэтому Что я могу сказать Ребят Все зависит от настроя От вашего внутреннего состояния Вы находитесь в нужном месте С нужными людьми У нас сумасшедший продукт У нас самая лучшая команда Президента Это его команда То есть Мы в нужном месте С нужными людьми Надо просто двигаться Надо делать какие-то движения Думать о хорошем И все будет Потому что Как говорят Осторожней с мыслями Потому что мысли Имеют свойство сбываться И конечно Вот такие вебинары Они очень классные Потому что Когда я слушал Там Наталью из Германии Вчера Лена из Таганога Выступала Конечно Каждый раз слышишь И люди все разные И все настолько разные Поэтому Мы все Гру и другу Здесь и притягиваемся И Наш бизнес Чем интересен Тем что Это классно Я не знаю По другому скажу Мне нравится наш бизнес Лучший бизнес С системой маркетинга Для меня вообще ничего нет И я хочу вообще Уйти от всего Слава богу Что недвижимость Это моя такая Второстепенная Я ей занимаюсь Тогда Когда мне это нужно И когда мне это удобно То есть Сейчас я на 100% Занимаюсь только Ипл Потому что иногда Я могу сказать Прям Еще вопросов Вопросов больше нет Мы уже практически час Да А я так волновался А Да И вот Завтра Будет выступать Уже корпоративный директор Это Елена Мельников У которого Огромная организация Огромный опыт Это вообще Такой человек Зажигалка Я просто вспоминаю Когда мы отмечали Новый год в офисе Она вот с этой шапочкой Но вы даже себе не представляете То есть Самое главное Что это человек У которого есть результаты Это человек Который умеет Все в этом бизнесе Поэтому будьте На этих вебинарах Слушайте Записывайте Обучайтесь Помечайте для себя что-то Если с кем не знакомы Там Будут какие-то личные вопросы Обращайтесь Там можно в группе Там можно В личку написать То есть И вы знаете Очень важный момент Я все равно его скажу То есть Почему я ищу на события Это знакомство С новыми людьми Я всегда знакомлюсь Я беру людей Телефоны И я беру Как бы Это не из меркалительных Каких-то целей Но это правда просто Мы же партнеры Мы все бизнесы Я говорю человеку Ты где живешь в Германии Отлично Давай поменяемся номерами Если что Я приглашу к тебе А ты если что Приглашишь ко мне Человек понимает Интересно Интересно Вот чем наш бизнес классный То есть Мы все друг друга Здесь поддерживаем То есть Я ищу на события Получать знания И получать Новые знакомства Новых партнеров Благодаря которым Будут развиваться Мои команды Международные Между Городами В России То есть И бизнес так развивается Очень широко Потому что Сегодня Ну у меня люди И в Таганроге работают И в Ростове работают И в Москве работают И сейчас Есть пару человек Которые там Германия Я дорабатываю То есть Как бы В любом случае Результат у нас будет Мы находимся Ну все супер На самом деле Ребят Все хорошо Я честно говорю Простите Если я что-то не так сказал Что-то может быть Не договорил Я тоже волновался Просто Вебинары я давно Не проводил Сцену не боюсь А вот как бы Как бы Небольшое волнение было Поэтому Я всем желаю Удачи Присутствовать Завтра обязательно На вебинаре Елены Мельниковой Корпоративного директора И Побыть до конца То что Лариса Придумала Это конечно Очень шикарно Ну вот как-то так Поэтому всем удачи Успехов И всего самого наилучшего Продолжение следует... Продолжение следует...